Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии в прямом эфире я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Он появляется во время нашей программы на ваших телеэкранах. Звоните, задавайте вопросы, рассказывайте свои истории. Да, рассказывайте и звоните. Мы вот с Еленой сейчас встретились перед эфиром, сели, и она мне говорит, Алексей, вы знаете, о чем мы будем сегодня говорить? Ведь в прошлый раз мы говорили ни о чем, говорит мне Елена. Я спрашиваю, откуда вы взяли? Она говорит, ну вот я общалась, слышала. То есть вот такое мнение. Это обратная связь от некоторых из наших телезрителей. Вот, такая обратная связь и, ну, в какой-то степени, может быть, это действительно так. Как это для вас, наши телезрители, звоните. У нас единственный способ сделать передачу ни о чем, точнее, не сделать передачу ни о чем, это выслушать ваш звонок, что-то обсудить по этому поводу. В общем, у нас все меньше и меньше, как у меня ощущается в студии, остается каких-то подпорок, каких-то таких идей, с которых мы могли бы стартовать. Ну, потому что это не очень интересно самими с собой говорить. Больше, конечно, у меня, по крайней мере, ожиданий, что вот какой-то еще разговор завяжется. Ну, в конце концов, в каком-то некотором таком вакууме, пустом пространстве мы существуем. И, как я в прошлый раз говорил, и на этом сейчас Елена, не может быть, передам слово, вот это вот привычное пространство для специалиста, когда он ждет, что к нему придет человек, клиент, пациент, и, ну, начнется какая-то вот такая взаимная жизнь. Ну, тем не менее, у нас есть вопрос от одного из наших телезрителей, и он интересуется, от чего зависит ощущение скоротечности времени. Вот неделя прошла после нашей прошлой передачи, и вот время пролетело для него очень быстро. Для вас, Алексей, быстро пролетело эта неделя? Ну, смотря как считать, по некоторым ощущениям моим медленно, по некоторым быстро. Ну, для меня это такой, несколько отвлеченный вопрос. Если посчитать то количество событий, которые состоялось, вот, например, в воскресенье я принимал участие в замечательном мероприятии, может быть, кто-то из вас тоже был на площади Славы, на набережной, видел, как вдруг в эту теплую погоду на улице вышла масса одетых в спортивную форму людей, в кроссовках, с номерами, бегали, смеялись, потели, пили воду жадно, разговаривали друг с другом. Вот такое очень массовое было мероприятие спортивное, первое такое в этом году большое в Самаре. Вот если считать какие-то такие мероприятия, то вполне много событий. Но ведь время действительно по-разному нами переживается. Вы сколько бегали? 10 километров. За какое время примерно? Ну, в районе часа. Этот час у вас протекал медленно или быстро? Потому что бег – это вроде про быстрое движение, да, но ощущение себя в этом времени, как оно было для вас? Да, ну, действительно по-разному. Когда бежишь и думаешь, когда же это закончится, ну, иногда, и уже иногда это бывает после первого километра. Ну, в этот раз так не было. Ну, как-то удалось в каком-то темпе таком нормальном для себя бежать и не ждать скорее финиша. Ну, в какой-то момент уже было, уже хотелось пить, уже хотелось просто посидеть, постоять. И в этом смысле время, конечно, тянулось быстро, медленно. А с другой стороны, я вот думаю, я только ждал этот забег, регистрировался, вот он уже случился, и время сумасшедшим образом быстро течет. А потом я вечером поехал к родителям, мы сидели, разговаривали, передаю им привет, если они смотрят сейчас. Вот, и у меня в какой-то момент... И мы разговаривали об их юности, может быть, даже молодости. Отец рассказывал о том времени, когда ему было 10 лет. И у меня вдруг возникло вот какое-то такое щемящее чувство вот этого быстрого времени, как быстро человеческий век течет, как вот это вот, как вы совмещаете, как вы, Елен, совмещаете? Если час может казаться длинным, и 60, там, 50 лет могут ощущаться, как пролетевшие за одно мгновение. Конечно, наверное, это от системы измерений зависит. Ну, чем мерить? Мерить какими-то впечатлениями, мерить какими-то причинно-следственными связями. Мало ли, можно мерить действительно теми событиями, которые произошли, или, может быть, мерить теми недолгими часами отдыха, которые выпали за это время, да, вот за ту же неделю. Были и выходные. Не знаю, спрошу, может быть, так, с психологической точки зрения, что влияет на наше субъективное переживание времени? Когда я заканчивал медицинский университет, у меня был коллега, мой старший товарищ, можно так сказать, на кафедре психиатрии, Игорь Валерьевич Пудиков. Он проводил научную работу по поводу того, как переживают время депрессивные пациенты. Интересно. Процедура вроде бы была простая. То есть нужно было договориться с пациентами, чтобы они, ну, с человеком, перед тобой сидел человек, нужно было сказать, ну, отсечь минуту, грубо говоря. То есть исследователь сидел с секундомером, человек сидел и говорил, когда, на его взгляд, минута закончилась. А мне нужно было только отмечать, через какое время? Через 50 секунд, через 40 секунд? Когда он скажет стоп, да? Когда он скажет стоп. Вот. И отвечая на ваш вопрос, не углубляясь сейчас в результаты вот этого специфического достаточно исследования, как ощущение времени у пациентов одной, по сути, нозологической единицы, как говорят врачи, депрессивного... Ну, там разные были депрессивные. Есть тревожная депрессия, есть, например, апатическая депрессия. Тревожная такая, более взбудораженная, может быть, более такая подвижная, апатическая, более вялая, более обездвиженная. И вот даже у этих людей с депрессией статистически были различия. Но, возвращаясь к вашему вопросу, наверное, можно сказать, что на ощущение времени влияет та конструкция человеческая, которая у него в данный момент есть, ну, включая психопатологию, то есть включая какие-то болезни, какие-то расстройства. Я думаю, что наши зрители об этом знают, люди, у которых есть какие-то хронические боли, бессонница, но они знают, что такое длительно текущее время, да, мучительно длительно текущее время. Вот. Для кого-то этого времени не хватает, и оно, так сказать, вот скачет вместе с ними. Мне вот какая мысль пришла. Я подумал, что, может быть, вот почему мы сейчас с вами заговорили о времени. Может быть, потому что у нас пустое настоящее. Мы в этом признались в самом начале нашего эфира. В настоящем у нас нет ничего, нет новых идей. И, ну, точнее, они есть, но мы решили... Они есть, но они наши, они тоже субъективны, да, у нас много... Да, мы решили их искусственно здесь не размещать, хотя какие-то вещи есть. Вот, ваших рассказов и ваших историй, рассказанных вами, у нас нету, и нам остается либо адресоваться к прошлому, либо адресоваться к прошлому. То есть больше у нас вариантов нету. Поэтому, ну, вот такой разговор о времени, о прошлом, ну, наверное, должен заполнить какой-то лакуной. Вот мне пришла мысль, возможно, люди, ну, не всегда, чтобы это не было абсолютизацией, говорят о прошлом, когда в настоящем, ну, происходит какое-то истощение, какая-то беднота настоящего, вот, и люди начинают вспоминать, что у них было в прошлом. Вот, и в этом смысле, в этом смысле, может быть, я вступлю на такую крайне зыбкую тему, но, может быть, тоже как-то телезрители откликнутся. Вот у нас был праздник вчера, действительно большой, и много текстов написано, и не только вчера. Я уверен, что вы это все читали. И вот какое-то такое ощущение подъема, может быть, сопричастности какой-то, да, что мы все одно происхождение с Юрием Алексеевичем Гагариным, да, что мы все едины. Вот это такое что-то прошлое, которое нас объединяет. И возникает вопрос, что в настоящем, есть ли в настоящем что-то, какие-то космические вещи, какие-то космические прорывы, которые нас объединяют, есть ли они, нет. Может быть, опять же, кто-то нам расскажет. Да, вы что-то хотели сказать, Лен? Мне кажется, я уже потеряла мысль, но, возможно, она была о том, я хотела спросить, если человек, ну, у него внутри согласуется то, что он делает сейчас, с его какими-то желаниями, ну, по сути, у него все хорошо, да, в некой гармонии, то, возможно, в таком состоянии он меньше задумывается о скоротечности времени или наоборот? Наоборот, он думает, что вот это мое состояние слаженности какой-то внутренней, оно, ну, очень изыбко, и оно, возможно, быстро очень пройдет. Просветленные люди, есть ли вы среди наших зрителей? Позвоните, пожалуйста, расскажите Елене и мне, как протекает у вас гармоничное время, протекает ли оно, остановилось, злые языки всякое утверждают. Вот, если всерьез, я не знаю, наверное, то, о чем вы спрашиваете, для меня больше такой, может быть, какой-то, ну, если не абстрактный, то отвлеченный характер носит. Но вот я, наверное, возвращаюсь к психотерапии, черпать особо не... Время нашей передачи, Алексей, для вас проходит быстро или медленно? Вот здесь парадокс. Вот сейчас, когда я единолично здесь размышляю и жду себе собеседников, в какой-то момент я ощущаю, что время остановилось, я его не чувствую. То есть, когда я выныриваю из этого пространства, я думаю, елки-палки, надо же, чтобы что-то еще произошло, чтобы вы что-то спросили. Вот, тогда как будто вот это вот ощущение тикающих часов возникает. Вот, наверное, время размышлений – это в большей степени без какое-то, без времени. Ну, для меня, по крайней мере, сейчас, да. То есть, наверное, мысли не сильно терпят суеты, метронома, который рядом стоит. Хотя некоторые задачи приходится обдумывать, ну, в какие-то сжатые сроки, в какие-то временные границы. Вот. Не знаю, связано ли это как-то со счастьем. Ведь много у людей, ну, сейчас совсем в другую тему, да. Много у людей счастливые часов не наблюдают. Ну, вот, можно объединить и еще массу слов по этому поводу наговорить. Для вас как протекает время нашей передачи? По-разному. Как сегодня? Сегодня оно тянется. Когда звонят нам телезрители, рассказывают свои какие-то истории, включаются ли в нашу беседу или предлагают свои какие-то темы. Мне кажется, в этом становится много жизни какой-то, интерес появляется. И даже иногда бывает сожаление, что передача заканчивается, и мы не можем развернуть беседу, узнать подробности какие-то или поделиться своими размышлениями. Ну, да. Это интересный феномен ждать, размышлять и думать о том, существует диалог или не существует. Но в какой-то момент, поскольку сейчас диалога с внешними нашими живыми телезрителями нет, нам приходится с вами или с какими-то внутренними данностями вступать в диалог, да, то есть адресоваться к каким-то прошлым событиям, к разговорам, но черпать оттуда. Может быть, мы тогда поставим здесь многоточие, вернемся к этому разговору, если к нам присоединятся наши телезрители, и поговорим о другом. Вы перед нашей передачей предлагали тоже тему такую для обсуждения. Какую, напомните? Ну, что-то связанное с морально-этическими нормами, с морализаторством, возможно, которое сейчас присутствует в нашем пространстве информационном. Наверное, это такая затравка для нашего разговора. Я, может, сейчас немножко отвлеченным ухом послушал. Вот смотрите, вот это вот взаимодействие, я немножко прямо отклонюсь, взаимодействие двух людей, психотерапевта и пациента, или там психолога и клиента, оно, сейчас много об этом говорит, оно всегда помещено в какой-то контекст, какие-то рамки. Ну, то есть оно как-то, при этом оно, с другой стороны, оно все время размывается. Ну, что значит размывается? Я вчера заходил на сайт, ну, как-то вот мне попало, я думаю, вы это видели, там, обучаем психологии за три месяца, пожалуйста, выходите. Ну, что это как неразмытие границ профессии, в первую очередь, профессии как консультационной такой дисциплины, где люди могут говорить, да, то есть, ну, о чем можно говорить, если человек вот там три месяца во что-то вник и так далее. Вот, и вдруг, ну, это наша профессиональная среда, ну, очевидно, вы, те люди, кто к нам приходят в качестве людей необходимых, ну, нуждающихся в помощи, приходят. Вот, в нашей профессиональной среде периодически возникают вот идеи морально-этического толка. Точнее, ну, какие-то такие постулаты, какие-то конструкции, которые вот собираются в морально-этический кодекс, кстати, они обычно собираются для специалиста, то есть специалист должен. Это нигде юридически не прописано, но это, ну, носит декларативный характер и характер самообязательств каких-то таких-то. То есть, я как специалист беру на себя определенные обязательства. Но при этом этические кодексы разрабатываются и принимаются организациями, которые объединяют специалистов. То есть, если психолог присоединяется к кому-то, и там вот есть определенный этот этический кодекс, или он на всех распространяется, неважно, психолог одиночкой, или он часть какого-то сообщества. Ну, разные организации предлагают разные этические кодексы, и сейчас, возможно, в связи с тем, что с этикой, с моралью большие проблемы, не в том, что время аморальное или какое-то, да, в том, что какие-то новые границы нащупываются, где что этично, что неэтично, что аморально, что неморально, да. Соответственно, и люди, ну, морально жить на две семьи или неморально? Скажите мне, потому что, может быть, 15 лет назад, когда я консультировал такого вопроса, ну, на этот вопрос был очевидный ответ. Ну, туда, поближе к советскому времени. Естественно, это неморально. Сейчас, когда ко мне приходят люди и рассказывают, что у них, у их знакомых много, ну, скажем так, знакомых, которые вот живут в таких формах, является ли это морально? Можно не брать вот такую ситуацию, где, да, по полюсам разбивать. Я вот недавно читала газету 90-х годов, 91-го года, и там корреспондент писала про фитнес, который зашел к нам в Самару, и было очень много осуждения, что это все аморально, женщины в обтягивающих вот этих трико, дергаются, там, не знаю, непонятно, что делают. Даже вот далеко ходить не надо. В таких ситуациях изменилось отношение. Изменилось. Еще только год назад серьезно дискутировался вопрос, может ли специалист, психолог, психотерапевт консультировать своих клиентов, пациентов из дома по скайпу. Но это очевидно было... И был категорический ответ, да, Да, очевидный ответ, да. Ну, как минимум, он должен быть где-то в офисе или где-то, да, вот, какой-то... Ситуация с маленьким существом, хотел сказать, да, с маленьким элементом, с вирусом, показала, что этот вопрос очень быстро подвинулся, да, и необходимость возникла, и прочие-прочие какие-то вещи. Можно ли вести группы в онлайн-формате? Там, год назад такой практики было мало, сейчас ее много. Можно ли проводить открытые встречи, на которых специалист консультирует пациента, ну, то есть делает публичным... Все это происходит публично, и человек, ну, что-то о себе рассказывает, да, в присутствии других людей, насколько это является таким этическим... Ну, какое-то время назад этот ответ был очевидный, что, ну, так нельзя. Сейчас мы видим, что все больше и больше становится встреч, консультации, открытых консультаций, да, или... Ну, можно по-разному называть этот формат, но суть не изменяется. Люди, которые болеют, люди, которые испытывают какие-то страдания, приходят к специалистам, они друг с другом общаются, да, может быть, в присутствии других специалистов, то есть это не просто цирк, вот, зашел с улицы, да, я посмотрю, как там... Вот, но при этом это все становится все более, ну, публичным каким-то таким, да, все более... Вот, и вот этого вопроса... Да, и, наверное, на вот эту расширяющуюся вселенную морали, на нащупывание новых границ происходит и ответ, происходит и попытка где-то их провести. Можно ли специалисту иметь страничку в социальных сетях и публиковать там что-то, что специалист поехал на отдых? Или нельзя? Или у специалиста это должно быть только вот, ну, по делу, да? Относится ли это к тем парадигмам, в которых он работает? Но ведь мне кажется, что для... Может быть, я ошибаюсь, поправьте меня. Если бы я был, наверное, простым жителем, мне было бы абсолютно непонятно это, ну... Зачем все это? Зачем все это? Вот этот человек говорит, а я вот этой школы, вот этой придерживаюсь, мне нельзя в соцсетях страничку, а этот говорит, а я вот этой, мне можно. Как это... Как навести... Как это в голове у этой самой, да? Что там с этими школами происходит, с этими течениями? В общем, мне самому не очень понятно, это честно. Даже если не брать профессиональное сообщество, связанное с психологией, если человек является сотрудником какой-то организации, не знаю, какой-то государственной, там, да, муниципальной, но при этом на своей личной странице он какие-то, ну, высказывает свои позиции, слово вылетело из головы. Политического характера. Ну, политического характера, да, против существующей власти. Вот тут тоже, как вот увязывать это все? Ну, это тоже, и мы видим эти вопросы, мы немножко отклоняемся, но это в рамках вопросов этики. Я имею в виду, отклоняемся по сообществам, но в рамках вопросов этики каждого из вот этих больших образований, этих больших организаций. Ну, да, вот учителя, да, тоже. Учителя, преподаватели вузов. Может ли преподаватель вуза, государственного, публиковать свою позицию в соцсетях или не может? Или публиковать себя лежа на пляже. Или публиковать себя лежа на пляже и так далее. Вот, очень много здесь вопросов. Я боюсь, что мы в них закопаемся, и поэтому, ну, опубликуем, да, но не решим, в этом смысле закопаемся. Вот если вернуться в кабинет психотерапевта, психолога, то вот эти вот этические нормы, они действительно всерьез обсуждаются. Они обсуждаются не только у нас в стране, не только это наше какая-то, ну, так, чтобы было понимание. Они обсуждаются во всем мире. Опять же, я Елому, по-моему, в прошлый раз вспоминал. Ну, как-то он на языке, потому что скоро тут будет телемост интересный. Хочется посмотреть на этого мужчину, замечательного, который продолжает писать книжки. Он тоже же поднимает массу моральных вопросов. Я думаю, что это архиважно. Архиважно, потому что это касается того, как сконструирован человек, который приходит на прием. Не обращать на это вопрос. Вот Гагарин для меня это тоже важно, поэтому он здесь есть. Сегодня мы на группе говорили о религии, о церкви, о вере. Там есть тонкая граница, где можно перейти в толкование, кто как толкует, и тоже в этом закопаться. Но если помнить, что для человека, говорящего, это часть его плоти, ну, не в буквальном смысле, а в таком, часть психики, если можно сказать, да, такой вот, часть его конструкции. Ну, неотъемлемая часть какая-то, да? Очевидно, неотъемлемая. При этом его поведение, мое поведение, ваше, оно не в меньшей степени организовано какими-то... Вы сейчас о вере говорите? О вере, о принадлежности, принадлежности большим группам, принадлежности большим течением, принадлежности памяти чьей-то, да, ну, я имею в виду, уважаемым людям, уважаемым авторитетом. То есть люди, храня память кому-то, выбирают действовать таким или таким. Ну, например, мой отец в этой ситуации поступил бы таким образом, да, или там, моя мать, или мой дедушка, да, вне зависимости, может быть, от того, как складываются обстоятельства, может быть, другую сторону, да, человек вот этот самый поступок совершает. Вот. Поэтому вот, дорогие, уважаемые телезрители, если хотите, вам еще одна тема, если у вас есть что по этому поводу, опыт какой-то, может быть. Я сейчас, может быть, высокомерно думаю еще вот о чем, что ваши высказывания, я сейчас к телезрителям обращаюсь, какие-то комментарии являются для нас, для специалистов, для специалистов, ну, просто очень ценной обратной связью. О том, как вы слышите для себя то, что происходит в профессиональной, психологической, психотерапевтической среде, как вы это перевариваете. Потому что мы очевидно, ну, вот это вы и мы появились, да? Ну, то есть специалисты и не специалисты. Это вы и мы, мы как-то связаны, мы связаны диалогом, мы связаны коммуникацией, но при этом мы в какой-то степени все равно различаемся, да? Мы, может быть, обременены какими-то знаниями, сидениями, в кабинетах, вы где-то в других местах ходите, работаете, осваиваете жизнь. Вот это появляется. Ну, и вот это обратная связь. Да, мне тоже интересно. Мы, получается, вторую передачу общаемся вдвоем. У нас такое виртуальное общение с нашими телезрителями. Интересно, из нашего разговора телезрители, удается им выхватывать что-то применимое к их жизни? То есть мы с одной темы переходим на другую тему. Вот насколько это актуально? Вы приходите и рассказываете про ваши терапевтические группы, и с одной стороны у меня возникает иллюзия, что это актуально еще для какого-то круга лиц, не только, которые ходят на психотерапию, просто у вас есть возможность высказаться там в этом пространстве. Ну и вот для их какого-то окружения, может быть, да, где-то еще кто-то об этом думает. Вот нам, да, не хватает обратной связи. Звоните нам в студию, у нас прямой эфир, телефон студии 202-11-22. Я бы так, мне очень нравится кулинарная тема, я люблю, иногда готовлю, мне кажется, у меня иногда получается, но так, что-то хорошее себе захотелось сказать. Вот, я сейчас нашу передачу представляю себе как кухню, на которой что-то готовят, но доводят только до полуготовности. Такие полуфабрикаты. Не совсем все сырое, но и не готовое. Вот прям возьми и ешь, такого нету. И это принципиальная позиция. Мы надеемся, что вы, я надеюсь, что вы доготавливаете то, что мы здесь у себя на кухнях, у себя в головах, то, что мы здесь с Еленой режем, шинкуем, распластываем. Может быть, все это в помойку летит, может быть, это все откладывается куда-то в морозилку, ну, до лучших времен приду, посмотрю, да? У людей сегодня, может быть, тема не актуальна, завтра какие-то события происходят. Ну, я тоже знаю из обратной связи, пообщавшись с некоторыми из наших телезрителей, кто выходит на контакт, они вспоминают о нас, потому что где-то отдаленно, там, одну-две встречи назад мы говорили на какую-то тему, и они неожиданно обнаруживают себя уже вот в этих процессах, про которые мы говорили ранее. Спасибо, Лен, за идею. Я предполагаю, у нас немного времени. У нас очень мало времени. Я вот чем хочу закончить. Мы с коллегами готовим на середину мая чтение, посвященное дочери Грегори Бейтсона. был такой известный антрополог, мыслитель. Мэри Кэтрин. Она говорила о постоянном и жизни, и наблюдении. Вот я вам желаю, и нам желаю и жить, и успевать наблюдать и делать выводы. Я так понимаю, мы закончили. Всего вам доброго. за сегодняшнюю беседу. Смотрите на следующий вторник. Всего доброго. До свидания. Делитесь с нами.